Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами приступаем к очередному видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Они были очень насыщенные и сегодня у нас с вами на календаре последний день зимы, а именно 28 февраля и киевское время 19 часов. Оперативная обстановка сложилась следующим образом. Российская Федерация главные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях. В то же время противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительно по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Окупанты обстреляли населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Купинском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия. Идут бои в лесах Кременной и возле Червона Поповки. Но изменения линии фронта мы не фиксируем уже на протяжении нескольких суток. Фронт стабилен. Атаки, я бы сказал, такие, не массированные. Но, тем не менее, они происходят. И противник не прилагает, я бы так сказал, таких усилий, как, допустим, на Бахмутском направлении. Об этом сейчас будем говорить. И поэтому мы успешно справляемся с нанесением потерь противнику и уничтожением его живой силы и техники. На Бахмутском направлении. Враг расширил клин между Верховкой и Ягодным, создав опасную ситуацию для гарнизона Бахмута. Прорыв вот этот с северного фланга оказал, для нас несет определенную угрозу. По району Ступки уже практически по полной ездят военкоры, российские военкоры. Снимая сюжеты с разбитыми стелами населенных пунктов. То есть, доказывая, что они находятся именно в этих населенных пунктах. Ну и в обнимку с так называемыми ждунами. Это есть такая категория граждан, которые ждали русский мир. И, наконец-то, они его, как они считают, дождались. Ну, для нас это хорошо, потому что мы видим на фото-видеоматериалах этих ждунов. И по освобождении, по возвращении этих территорий под контроль нашего государства, естественно, мы предъявим им счет. Это, кстати, могут вылазить те, кто корректирует огонь и передает разведданные российским войскам, что и может приносить огромный ущерб нашим силам обороны. Также в городе, в самом городе враг продвинулся к мясокомбинату. Ситуация вокруг него очень сложная. Там идут ожесточенные бои. Противник продавил частный сектор на восточном берегу реки Бахмутки. И сейчас, к сожалению, контролирует большую часть частного сектора. С юга враг продвинулся к старому СТО. По Бахмуту уже несколько дней работают вражеские грады и авиация. Противник постоянно старается держать под огневым воздействием город Бахмут. И авиация, и реактивная артиллерия постоянно ведут обстрелы наших позиций. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать наши позиции. Противник продолжает атаковать наши позиции. Совершил несколько безуспешных атак. Продолжаются бои в районе Невельского. Тоже противник успеха не имеет. Окупанты заняли посадку между Водяном и Первомайским. Это единственный успех, который на этом направлении они за прошедшие сутки достигли. Ну и ситуация, а в остальном ситуация остается стабильной и все попытки продвигаться противника наши войска отбивают и оккупируют. Запорожское направление. Здесь все без изменений. Позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами и от огня артиллерии противника российских оккупационных войск пострадало более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении тоже все без изменений. Основной удар на себя принимают населенные пункты Херсонской области и сам город Херсон. Среди гражданского населения, к сожалению, есть раненые и погибшие. Противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в населенный пункт Промень разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска. То есть, опять же, мы возвращаемся к ситуации, когда российские оккупационные войска хотят полностью контролировать перемещение гражданского населения. Это очень тревожит, их ситуация очень тревожит в том плане, что они боятся, что наши граждане будут помогать вооруженным силам Украины в плане введения или сбора разведсведений по расположению войск противника. За прошедшие сутки украинские войны ликвидировали 550 российских захватчиков, уничтожены 3 танка, 3 беспилотника оперативно-тактического уровня, 9 боевых бронированных машин, по 3 единицы артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня и 4 автомобиля врага. Также подразделения сил обороны уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа «Шахет-136» и 1 беспилотник типа «Зала». Это вчерашнее утро, точнее, данные, которые вошли в сегодняшнюю сводку. Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 2 позиции противовоздушной обороны. Вот такие вот события военные произошли на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Также есть информация по ситуации в Черном море. На данный момент носителей ракет «Калибр» нету. В акватории Черного моря прибывает группировка из семи кораблей российских черноморской эскадры, точнее, эскадры Черноморского флота. Но появилось сообщение о том, что фрегат Российской Федерации «Буревестник», который находился в нейтральных водах недалеко от острова Змеины, на нем произошел взрыв, хлопок, как говорят российские, в результате чего судно вспыхнуло и сегодня оно загорелось. Из Севастополя вышли несколько спасательных судей на помощь фрегату «Буревестник». Ждем официальное подтверждение, что там произошло и с чьей подачей произошел этот хлопок и пожар на фрегате «Буревестник». Это что касается военных новостей на сегодняшний день. Ну, немножко о военно-политических новостях в Украине и вокруг нее. И самая главная новость сегодняшнего дня – это куча беспилотников, неизвестных летающих объектов. Так даже можно охарактеризовать в воздушном пространстве Российской Федерации. Опять же, добиваются или крошатся последние осколки того, что система ПВО России является непреодолимой. Как заявлял ранее Путин, Шойгу и другие должностные лица России, беспилотники спокойно летают. Да, не всегда достигают цели, иногда бывают ошибки в плане достижения целей. Но, тем не менее, впервые за год активных боевых действий России против Украины, тем не менее, появился неопознанный летающий объект в районе Санкт-Петербурга. Буквально в 100-160 километрах от Санкт-Петербурга. О чем сообщили диспетчерам. Подняли боевую авиацию, истребительную авиацию Россия подняла. Закрыли аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, и на 12 часов там были отложены рейсы. А беспилотник упал, не долетев буквально 100 метров до газораспределительной станции. Там она неподалеку. Мы не знаем, летел ли он туда, и чей-то беспилотник, и почему он там летал, тоже неизвестно. Министерство обороны Российской Федерации сначала объявило, что это учение. А город подумал, учения идут. И что они якобы пустили эти беспилотники, и все их сами позбивали. Но потом выяснилось, что в республике Адыгея и Краснодарском крае беспилотники попали. И взорвались в объекте инфраструктуры. И начался пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. И тут уже не скажешь, что это учения. Какие же учения, если сами в своих. Плюс, вот я же говорю, ошибки бывают. Несколько, пару беспилотников врезалось в высотные дома в самом Краснодаре. И просто упали, в результате упали. Взрыватели не сработали. Непонятная причина. Может быть, такая была установка по координатам взведения взрывателей. Но, тем не менее. Так вот, после этого, после того, как... А факты эти не скроешь. Они полезли из всех щелей. Особенно паблики, социальные сети. Начали быстро это все распространять. Появились фотографии упавших беспилотников в Краснодаре возле жилых домов. И Министерство обороны Российской Федерации сразу же объявило, что это была Украина. Оказывается, мы атаковали. Никакие это не учения. А оказывается, мы атаковали. И вот эти беспилотники, которые упали в Адыгеи и в Туапсе, кстати, Туапсе тоже там беспилотники, оказывается, были подавлены, ну, в кавычках, средствами радиоэлектронной борьбы Российской Федерации. Как средства РЭП подавили беспилотники, сказать очень трудно. Потому что они, как правило, не имеют обратной связи. Там нечего подавлять в этом беспилотнике. Если у него инерционная система наведения, то тогда им и GPS-сигнал не нужен. Ну, а и GPS-сигнал подавить тоже довольно проблематично, потому что надо глушить спутник. И надо глушить его на всей, на большей части траектории, пока беспилотник не собьется с курса. Вы же знаете, что GPS-навигатор может работать еще и в режиме офлайн, вне сети. Так что тут вопрос очень такой щепетильный. При этом пошла полная несогласованность с местными властями. Потому что, ну, например, вот тот же, допустим, в Республике Адыгея руководство говорит, что у нас пожар на нефтебазе. Площадь огонь охватил в 200 квадратных метров. Министерство обороны России говорит, что мы вот тут сначала проводили учения, потом говорит, да мы вот тут давили беспилотники, давили, давили. Помните, как Шариков говорил про котов? Мы их душили, 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 душили. В результате, как заявляет Министерство обороны, оба беспилотника, которые летели на юге, потеряли управление и отклонились от траектории полета. Ну, почему-то все равно на нефтебазе пожар. Взрыв и пожар. Вот такая вот история приключилась. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Туапсе и Краснодар. Вот такая география. Как они туда долетели, эти беспилотники? Чьи они, эти беспилотники? Ну, BBC тоже говорит, BBC News сообщает, что вроде бы как это Украина. Что это наши беспилотники. Ну, тогда у меня возникает вопрос, как они летели. Летели через Курскую, Брянскую область, заходили в, допустим, воздушное пространство России. И тогда, извините, а где же тогда? Дырявое ПВО от, допустим, границы Брянской, украинско-российской границы в Брянской области до Санкт-Петербурга. Тогда, получается, беспилотник летел по территории, в воздушном пространстве Российской Федерации. Причем на снимке, они там даже опубликовали фотографию упавшего беспилотника. Кольская газораспределительная станция. Так он огромный. Это практически самолет. Если он летел через территорию Белоруссии, тогда вопрос, а где же там С-400, С-300 развернуты российские? Я уже не говорю про белорусское ПВО. Ну, а если мы говорим про южную, про регион на юге России, тогда вопрос, надо же было облететь ли зону боевых действий, или беспилотники прошли через линию фронта, через зону боевых действий. Тут очень много вопросов, на которые на сегодняшний день пока нет ответов. Есть результат, что один упал недалеко от газораспределительной станции под Санкт-Петербургом, где-то в 160-200 километрах от самого Санкт-Петербурга. Один попал в Республике, в Туапсе взорвался на территории НПЗ Роснефть. И еще несколько, один врезался в жилой дом, высотный, в районе Краснодара, и еще один они вроде бы как упал в поле, которое они там как душили-душили-притушили. Вот, с трудом. Говорят, что, ну, и самое интересное, смотрите, вот даже та же BBC пишет, что ВСУ ранее вооруженные силы Украины использовали для ударов по аэродромам в глубине России старые советские реактивные разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж», которые были переделаны в ударные дроны Камикадзе, по сути из возвращаемого аппарата, ну, он же «Стриж» прилетал и на парашютике спускался в районе места его пуска. Сделали крылатую ракету, которая летит, билет в один конец, и она не возвращается, она поражает цель. И, соответственно, получается, что если у нас есть такое вооружение, то оно, в принципе, может преодолевать систему ПВО Российской Федерации. Ну, кстати, в Российской Федерации, вот, в Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае звучали сигналы воздушной тревоги, вот, и, соответственно, они поднимали боевую авиацию и принимали меры для того, чтобы предотвратить или сбить эти беспилотники. Ну, лиха беда начала, скажу я, вот так вот, если действительно у нас появилось такое оружие, то, да, военные объекты и объекты критической инфраструктуры на территории Российской Федерации, особенно в областях, прилегающих к Украине, я думаю, что обязательно должны подвернуться поражению, выведению из строя, потому что это все работает на обеспечение группировки российских войск на территории Украины. Каждый россиянин должен понимать, что пока сапог последнего солдата российского не покинет землю Украины, покоя им на этом свете мы не дадим. Далее, Лукашенко вдруг сделал заявление, молодец, я скажу, надо отдать должное, отрабатывает он все, это самое, помощь от Российской Федерации, от Путина, и деньги, переданные там в качестве кредитов для Белоруссии, госзаказы, которые для белорусской промышленности Россия подкидывает. Отрабатывает добросовестно и даже, я бы сказал, с каким-то артистическим талантом. Настолько он, я помню это видео, когда он говорит, я вам сейчас карту, я карту привез, я сейчас покажу, это, это, вот здесь бы Станиславский сказал верю. Вот, в его знаменитой фразе, наверное, настолько Лукашенко был убедителен на этом видео, что можно было бы сказать верю. Так вот, Лукашенко разразился новым заявлением. Он сказал, что Украина должна помириться с Путиным. Он заявил, что якобы наше государство должно понять, что нет иного выхода, кроме заключения мирного договора с Россией. Диктатор хочет, чтобы Украина это сделала немедленно и без предварительных условий. Ага. Это говорит о том, что у Российской Федерации огромные проблемы с обеспечением группировки войск, российских войск, которые воюют в Украине. Огромные проблемы. Иначе Путин бы, как всегда, сказал, все идет по плану. Он, кстати, сам боится об этом сказать. Видите, он наоборот держит марку, что никаких переговоров, только капитуляция Украины. Украина. И Лукашенко, в принципе, в том же нарративе говорит, что мы немедленно должны подписать мирный договор с Россией. Без каких-либо условий. То есть, что Путин сказал, то мы и выполняем. Или где остановились российские войска, то мы... Короче, мир в обмен на территории. Понятно, что этого никто не будет выполнять. Понятно, что это нерешаемый на сегодняшний день вопрос. Остался один аргумент, одна возможность. Это поле боя. Поле боя решит все... Отдаст ответы на все вопросы, которые сегодня повисли в воздухе. И вот эта волна... Волна в прессе, которую поднимает там... Ну, иногда, правда, уважаемая пресса, но иногда и не совсем уважаемая пресса. Которую, кстати, даже сами граждане этой страны относят к желтой, так называемой, прессе. Подняли волну, что надо вот мирные переговоры, надо давить. Никто... Кто бы там не давил, не дождетесь. Так я скажу. Не дождетесь. Поле боя ответит на все вопросы. Как будут развиваться военные действия, так и будет развиваться политическая ситуация. Сейчас солдат с автоматом в руках диктует повестку дня для дипломата. Следующее. К сожалению, тоже еще... Ну, такая новость, она и приятная, но немножко оставляет, я бы сказал, оскомину. В том плане, что в своем Отечестве пророка нет. И это истина, к сожалению, на мой взгляд. Вот в следующей новости показано, как никогда ярко. Украинское военное и экспертное сообщество трубит уже давным-давно. Мы все знаем, я не знаю, кто еще не в курсе, что у нас главная задача, допустим, для освобождения Крыма, это выход на Азовское побережье. Где он будет, неважно. Главное отрезать возможности снабжения российских войск, рассечь группировку российскую пополам. И выйти на Азовское побережье, получить дальнобойные системы или дальнобойное вооружение, для того, чтобы взять под огневой контроль Керченский пролив, как паромную переправу, так и остатки Керченского моста или Крымского моста. И, соответственно, начать планомерный вынос военных объектов на территории Крыма, как это было в Херсонской области. Выносить до тех пор, пока не выбросят белый флаг. А потом уже заходить сухопутными войсками и защищать территорию Крыма от остатков российских войск. Абсолютно нормальное и правильное. Но пока это все оглашалось в Украине, как-то не получало такой степени огласки. Когда об этом сказал уважаемый генерал Ходжес, бывший командующий сухопутных войск Соединенных Штатов в Европе, это стало сенсацией, это стало большой новостью. Я очень уважаю его мнение, и он все правильно сказал. Он даже карту нарисовал, показал это на карте, можете погуглить, посмотреть эту новость. То, что я вам озвучил, просто Бен Ходжес это изложил еще и в визуализации, приложив к своему интервью. Он дал большое интервью и приложил к нему карту от этих самых боевых действий именно в ходе такой операции. Но он все правильно сказал, что начать надо с дальнобойных ударов по военной инфраструктуре и базам российского флота в Крыму. А это Ялта, Севастополь, ну там много, Балаклея, Саки, в районе Евпатории, Феодосия, Керчь, там много объектов. Плюс аэродромы военные в первую очередь. Но тем не менее, тут ключевым все равно, поймите, что ключевым остается слово дальнобойных ударов. Для того, чтобы проводить дальнобойные удары, надо иметь что? Дальнобойное вооружение. Мы на сегодняшний день его только ожидаем. Только ожидаем. И опять же все упирается. Было бы хорошо, чтобы вот это интервью Бена Ходжеса прочитали и наши странные партнеры. Что без дальнобойных систем, с дальностью пуска до 300 километров, будет очень проблематично освобождать не только Крым, но и вообще прорывать оборону и выбивать российские войска с нашей территории. Потому что нам надо разрушить логистику российских войск на всю глубину досягаемости нашего вооружения. Ну как минимум до нашей государственной границы. Для того, чтобы в Украину не поступало снабжение для российских войск. Ни топлива, ни продовольствия, ни боеприпасы, ни новый личный состав, ни техника с вооружением, ничего. Это можно обеспечить только вот таким вот способом, огневым воздействием или огневым контролем над основными путями логистики. Следующее. Полетел в Китай Лукашенко. Полетел. Ну две версии я оставляю. Мы с вами об этом говорили ранее в моих эфирах. Я рассказывал, что две версии. Одну я предположил, что Лукашенко ищет себе нового хозяина и ищет финансирование для Белоруссии. Потому что она не в состоянии сегодня, страна не в состоянии обеспечивать сама себя. Только на внешних кредитах они могут существовать. Потому как нет рынков сбыта, нет источников зарабатывания валюты. И денежные поступления. И плюс сырьевая база. Вся в Белоруссии практически вся внешняя. Вот это и не дает, и они не могут без внешних кредитов держаться на плаву. Я считаю, что Лукашенко поехал туда согласовывать свою позицию, искать поддержки у Си Цзипинь и определять свою дальнейшую политику. Тут уже Путин особо повлиять на это не может. Тем более, что выгода Китая в том, чтобы получить плацдарм в плане размещения своих производств, кстати. И транзита товаров через Белоруссию в Европу. А для этого надо что? Изменить политику и надо помириться с Европой. Надо, чтобы Польша открыла границу. Надо, чтобы Украина открыла границу. Соответственно, надо менять политический курс Белоруссии. Поэтому я думаю, что это будет основная тема переговоров. Да, возможен вариант, что Лукашенко будет просить боеприпасы. Но я говорил уже, в эту версию слабо верю. Во-первых, Китай до сих пор не принял. Будем об этом говорить по поводу решения Китая, поставлять ли Российской Федерации боеприпасы или не поставлять. Это первый момент. Второй момент, как в Белоруссию везти боеприпасы? Вот вопрос, как? Самолетами? Это очень дорого. Очень. Везти, допустим, железной дорогой? А смысл? Тогда надо их просто сразу везти в Украину. А может быть это прямые поставки? Как я и говорил, что имея такой протяженность границы, можно спокойно гонять эшелоны с техникой, вооружением, с боеприпасами. Никто даже знать не будет. Маскируйте эшелоны и гоняйте. Ну, в принципе, иголку в стоге сена все равно можно найти, если постараться очень. Поэтому, я думаю, западные разведки четко отслеживают эту ситуацию. Так что, на мой взгляд, визит продлится до 2 марта. Причем будет разговор тет-а-тет между Лукашенко и Си Цзепинем. И будут расширенные встречи с представителями и политикума, и политического руководства Китая, и бизнес-элиты Китая. Так что, такой визит довольно обширный на 2 дня. Я думаю, что там Лукашенко будет очень много вопросов решать. Но, в первую очередь, зная Лукашенко, в первую очередь, поверьте, будет решать вопросы для себя. Кстати, по поводу производства, я напомню, что у Белоруссии есть совместное вооружение. Та же система Полонез, реактивная система залпового огня, о которой вы тоже спрашивали, я вам рассказывал. Там китайский боеприпас, китайский снаряд, дальность пуска до 200 км. А база, ходовая часть, МАЗ, ну что-то вроде 546-го, или сейчас в современной версии идет 73-й МАЗ, многоосное, многоцелевое шасси высокой проходимости. Плюс, перед самой войной, где-то в 20-м, в 21-м, по-моему, году, или в 20-м, они открыли совместное... Китай построил завод по производству автомобильных двигателей в Белоруссии. И на минуточку, там, 20-м двигателей в год. Значит, надо 20-м грузовиков, на которые поставят эти двигатели. И видите, Китай построил. Так что у Белоруссии с Китаем свои отношения. И вот эта вторая корзинка, в которую Лукашенко складывает яйца, одна корзинка российская, а другая вот китайская. Чтобы не получилось, что если одну корзинку опрокинут, то все яйца и разобьются. Нет. Вот здесь он как раз именно... И вот, кстати, в анонсе визита Лукашенко в Китай сообщается о том, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Вот такие вот планы, на мой взгляд, преследуют... То есть, Лукашенко ищет пути выхода из этого кризиса. Ну и вот глава Пентагона дал большое интервью по ситуации, в котором, в принципе, ответил на такие ключевые вопросы. Ну, первое, то, что сказали, что о плане вторжения в Украину, вооруженного вторжения в Украину, знали 3-4 человека в окружении Путина. То есть, точную дату и начало военной операции согласовывалось в очень узком кругу. Путин оценил лояльность своего окружения выше компетентности. То есть, эти люди просто показали ему личную преданность и, соответственно, до сих пор занимают свои должности в окружении Путина. Но их уровень компетентности не дает им возможности давать правильные советы Путину или умные советы Путину и доносить до Путина всю правдивую информацию. Вот так вот я бы сказал. Далее, глава ЦРУ говорит, что только прогресс на поле боя определит улучшенные перспективы для переговоров в будущем. Это будет решать украинская сторона. Еще одно подтверждение того, что я вам сказал. Китай рассматривает возможность поставок летального оружия, но китайцы очень тщательно взвешивают этот вопрос. Решений не принято. Ну а наш глава разведки Кирилл Буданов, он в своем интервью более уверенно заявил. Он сказал, что вряд ли Иран будет, что есть сведения, что Китай не будет поставлять Российской Федерации вооружение. Не будет ее поддерживать оружие. Далее, глава ЦРУ сказал, что Иран не возобновил программу создания оружия. Но, с другой стороны, есть программа обогащения урана. То есть, военные программы пока в Иране приостановлены, не запущены. Но Иран ждет технологию, на мой взгляд. У них осталась только технология. Но они крутят центрифуги и они продолжают обогащать уран. Если, правда, была та информация, которую мы обсуждали с вами ранее, недельной давности, что 84% степень обогащения урана, то дорожейного урана осталось 6%. 90% обогащенный уран, это уже основа для создания ядерного боезаряда. Ну, далее, союз Москвы и Тегерана движется в очень опасном направлении. Москва помогает Тегерану развивать ракетную программу, получая в обмен вооружение. Ну, не зря мы говорили, что позавчера окрылатая ракета иранская, и она очень похожа на ракету «Калибр». Очень. И дальность примерно там 1500-1650 км. Кстати, да, показали, предоставлено видео пуска в этой ракеты и, соответственно, в ходе ее испытания. Далее, ход переговоров на вопрос, как вы оцениваете переговоры с Российской Федерацией, потому что глава ЦРУ встречался с Нарышкиным, главой службы внешней разведки Российской Федерации. И он сказал, что ход переговоров с главой службы внешней разведки России дал впечатление надменности российской стороны. Все прошло удручающе. То есть, Нарышкин включил тумблер супердержавы и вел себя, видите, надменно в ходе переговорного процесса с директором ЦРУ, ну, с делегацией ЦРУ. Если мне не изменяет память, они встречались в Турции, в Стамбуле были переговоры несколько месяцев назад. И вот такую вот оценку дает глава ЦРУ. Надменность с Российской стороны. И сами переговоры прошли удручающе. То есть, там никто ничего не... нету адекватов. Это еще раз говорит. Глава службы внешней разведки, человек, который напрямую вливает информацию в уши Путина. Никто не может уже стать между службой внешней разведки и Путиным. Если Путин кому-то позволяет фильтровать эту информацию, то тогда он идет. Потому что, ну, это первичная информация, это самое главное. Как говорили древние, кто владеет информацией, тот владеет миром, да. Вот. И здесь то же самое. Но, видите, никакого нету понимания в плане того, что они совершают преступления. Я не удивлюсь, что Нарышкин еще не... Ну, он, правда, просится уже давно... А, нет, Нарышкин не просится. Этот Бастрыкин, ФСБшник, просится в отставку. А этот, видно, относится к путинским соколам или ястребам войны, как они там называют друг друга. Ну, и как вывод, глава ЦРУ делает следующее, что Путин слишком уверен в способности уничтожить Украину. О каких переговорах может идти речь, подумайте. Если глава ЦРУ приходит в результате, это человек, который обладает, ну, я думаю, что таким пулом информации, который нам с вами даже не снился. Может быть, он даже где-то там, где-то там в глубине Ленгли видит пятнадцатый камень в философском саду камней. Вот. И знает полный расклад сил. Может быть. Я не берусь это знать, не берусь об этом судить, но предположить это мы можем. И он говорит, что Путин слишком уверен в способности уничтожить Украину. Поэтому возвращаемся к его пункту, к какому? Второму вопросу его интервью. Только прогресс на поле боя определит перспективы для переговоров. Вот такой вот расклад на сегодняшний день в внешнеполитической ситуации между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. Далее, гендиректор Rain Metal компании, ну это немецкий гигант и производитель вооружений, в основном, конечно, тяжелых вооружений. Но, тем не менее, он заявил, что система ПВО Sky Ranger и система Sky Nex уже находятся в Украине. В чем особенность этих систем? Это системы ближнего радиуса 10, тактические, это 35-мм, они вооружены 35-мм пушками, они работают в автоматическом режиме, и у них применяются так называемые программируемые снаряды, АХЭД и 35-мм. Дальность стрельбы такими снарядами до 4,5 км, но для того, чтобы сбить шахет, необходимо 1-2 боеприпаса. Вот такая эффективность. Снаряд программируется на дальность, то есть идет РЛС постоянно отслеживает шахет. Радиолокационная станция определяет точку встречи снаряда с шахетом и, соответственно, программируется снаряд, перед выстрелом программируется снаряд на определенную дальность. И снаряд, подлетая к шахету, он взрывается, создавая сплошное облако осколков, через которое проходит беспилотник. Не важно, это шахет, Ланцет, это Орлан там, не важно. То есть, вероятность поражения воздушной цели приближается к 100%. Вот такие системы уже переданы Украине. Skynex и Skyranger. Вот эти две системы ПВО уже ближнего радиуса действия, тактические, переданы Украине. Так что, шахеды, кроме мобильных групп, еще шахеды будут сбивать и вот такие, ну или что там появится в нашем небе, потому что сказать, что ничего нового не появится на сегодняшний день я бы не стал. Вот такие новости. Еще хочется, да, давайте еще про Молдову вспомним. Это на сегодняшний день там ситуация развивается довольно-довольно серьезно. Есть несколько факторов. Например, появилось видео из Румынии, где идет переброска войск в направлении румынско-молдовской границы. Там идет техника, ну трудно сказать, или войска перебрасывает Румыния на границу, или, вполне возможно, вот, или это просто колонна перемещения, мало ли, на учения могли выезжать там еще куда-то. Везде сейчас войска двигаются, и в Европе, и в Штатах эшелоны с техникой. Компания Визеер объявила об такой интересном шаге своем. Они с 14 марта прекращают полеты в международный аэропорт Кишинева. Мы помним, да, у нас накануне войны первыми прекратили полеты международные авиакомпании, европейские и заокеанские. А потом начали выезжать посольства из Киева. И тогда уже было понятно, что война неизбежная. Вопрос только, когда она начнется, сегодня или завтра. Вот здесь Визеер прекратил свои полеты, а сейчас власти пришло сообщение, власти Молдовы перекрыли центр Кишинева и на фоне опасений пророссийских акций. Это то, что я говорил, вариант раскачки ситуации через нестабильность, социальную нестабильность в самой стране. Для того, чтобы заставить парламент уйти в отставку, именно парламент, потому что он у них главный законодатель, у них президента тоже парламент избирает, и полномочия, самое главное парламента. Если в парламенте получить большинство, то все, корабль Молдова можно разворачивать в любую сторону, на любой курс. Вот так бы я сказал. Что их и пытаются делать. А теперь смотрите, раскачка ситуации, митинги антиправительственные, в плане неудовлетворенности населения социальными проблемами, плюс террористические акты на территории Молдовы, это силами военнослужащих Российской Федерации, формирование оружия там достаточно, а формирование незаконных вооруженных формирований, то есть повторение войны 92-го года, то есть то же самое, использование маргинально настроенного населения, агентуры для создания НВФ, незаконных вооруженных формирований, и раскачка ситуации с требованием проведения досрочных выборов. Потом проведение досрочных выборов под дулом автомата и получение необходимых результатов. Вот вам один из таких пагубных сценариев развития событий в Молдове. Но я надеюсь, что и войска, и вот эти колонны военные в Румынии не зря появляются. И аэропорт закрыла Молдова, точнее не закрыла Молдова, а может закрыть воздушное пространство, чтобы не было возможности переброски каких-либо сил. Ну и Украина стоит в готовности, в готовности не допустить прорыва диверсионно-разведанных групп на нашу территорию. И если Молдова обратится к нам официально с просьбой, то я думаю, что мы поможем поучаствовать в демилитаризации. Мы ничего не захватываем, нам ничего иностранного не надо. А вот в плане разоружения вот этого российской группировки войск, оккупационной группировки войск на территории Молдовы, которая расположена в регионе Приднестровья, я думаю, мы уже в готовности и будем ждать. Ну я так понимаю, что ситуация, да, есть информация, что вроде как в марте, к концу марта должна с Приднестровьем ситуация должна быть решена. Как решена? Посмотрим. Есть все основания предположить, что решена в пользу Молдовы, в пользу восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. Вот. И перехода всей территории Молдовы под контроль молдавского правительства. Или правительства Молдовы. Так правильнее будет сказать. Вот такая вот ситуация, которую хотелось бы отметить, отметить в связи с событиями на территории Молдовы. Ну и, кстати, да, нашли как бы крайнего, мы вчера обсуждали самолет А-50, там повредили, я вам рассказывал, что это за самолет и какое он значение имеет. Так вот, ну вы знаете, я склоняюсь, может быть, действительно, белорусские партизаны, дай им Бог здоровья, если они такое провернули, во время уборки снега. Почему снегоуборочная техника пострадала? Потому что, оказывается, убирали снег на стоянке самолетов, и вот раз и произошло два взрыва, которые повредили самолет А-50. Молчат белорусские власти, молчат российские власти по поводу повреждения самолета. Но уже сегодня мы знаем информацию, спасибо телеграм-каналу Белорусский Гаюн, мы знаем информацию, что прилетал ИС-76, прилетел из того аэродрома, на котором базируется, по-моему, 601 или 602 центр вот этой подготовки специалистов по радиоэлектронике, который занимается ремонтом, и там же есть предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов А-50, и прилетал Ан-26. Вполне возможно, были спецы с завода, которые осматривали самолет и определяли степень его повреждения. Так вот, местные жители рассказывают, что район был оцеплен сразу же КГБ силовыми структурами Белоруссии, проверяли документы, шерстили по телефонам и кого-то искали. И вот теперь есть информация, что официально объявлен в розыск некий 29-летний уроженец Крыма по имени Николай Швец. Он подозревается в совершении тяжкого преступления в районе поселка Мочулище в Минской области. Но не говорится, какого. Какое конкретное преступление? Вот такого ищут, что якобы вот этот человек подозревается в каком-то тяжком преступлении в районе поселка Мочулище. Мочулище, мы знаем, в районе этого поселка находится военная воздушная база БВС Белоруссии, где произошел этот инцидент. Ну и, как всегда, на пасашок, вишенка на торте, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин прибыл в Казахстан. Я так понимаю, что Соединенные Штаты дыма без огня видно не бывает, что республики Центральной Азии, бывшие республики Советского Союза, ныне независимые государства, вполне возможно помогают Российской Федерации в обходе санкций для получения необходимых комплектующих для производства оружия и техники. Ну и считается, что цель визита он будет, Блинкин постарается заинтересовать Такаева и других лидеров, вполне возможно, что это будет турне, по странам Азии, заинтересовать в том, чтобы они не лезли в санкционные игрища, и какие-то предложат им экономические или торговые плюшки, или преференции в их ситуации. Но предполагается, что Энтони Блинкин основная задача предостеречь страны Центральной Азии от участия в серых схемах Российской Федерации. То есть дают четкие разъяснения, что Российская Федерация сегодня в аппале. Сегодня она одна против всего мира. И помогать ей это фактически идти против цивилизованной части человечества, против коллективного Запада. Вот такие военные и военно-политические новости сегодня произошли в нашей стране и вокруг нее. Я, как обычно, по традиции, после завершения первого блока нашего с вами видео делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего видео прозвучит следующее. Объясните, пожалуйста, разницу целей разных классов самолетов. Бомбардировщики, истребители, штурмовики, перехватчики, и какие преимущества или минусы у многоцелевых в сравнении с одноцелевыми. Спасибо, слава Украине! Смотрите, ну разница, разница в самих названиях этих самолетов, она полностью отображена. И самолеты, ну начнем с самого простого, истребители, предназначенные для ведения воздушных боев. Как правило, выполняют функцию введения воздушного боя или перехвата воздушных целей. То есть он истребитель, истребитель, и перехватчик. Это примерно одно и то же. Эти самолеты характеризуются высокой маневренностью, скоростью и легкостью в управлении. Чем высокоманевреннее истребитель, тем больше шансов у него победить в воздушном бою. Ну плюс, конечно же, оснащение. Особенно, когда он играет роль перехватчика, то тогда радиолокационные средства, обнаружение целей, воздушных целей. Здесь он по земле не работает. Это отдельная категория авиации, это разведчики, они работают. Истребители, они обычно относятся к тактическому звену. Дальность, боевой радиус применения довольно маленький, там максимально до тысячи километров, не более. Почему? Потому что топливо, большой расход топлива на высоких, будем так говорить, при исполнении фигур высшего пилотажа в ходе боевых маневров в воздухе. Двигатель на форсаж, двигатель на обычный режим и так далее. Поэтому очень-очень маленький радиус боевого применения. Иногда это узкоцелевые самолеты. Штурмовики. Штурмовики, основное предназначение самолеты, тоже относятся к тактической авиации. Боевой радиус довольно маленький, как правило, ограничивается там до 400 километров. Это предел практически. Редко когда встречается с большим. За счет того, что меньше топлива в баках, больше вооружения на крыльях. Боевая загрузка может составлять до нескольких тонн, до десятка тонн. Применяет все. Бомбы, неуправляемые реактивные снаряды, управляемые реактивные снаряды, имеет пушечное вооружение, имеет ракетное вооружение. Его задача поддержка сухопутных войск. Либо поддержка наступая, либо работа, точнее уничтожение противника в обороне, либо уничтожение противника на марше или еще где-то. То есть штурмовые действия. С воздуха штурмовые действия по противнику. Кстати, да, забыл сказать, у истребителей тоже пушечное вооружение, пулеметы, пушки и ракеты. Далее, что идет. Бомбардировщики. Вот это, наверное, самая широкая линейка авиации. Почему? Потому что бомбардировщики начинаются от фронтовой авиации. Фронтовая авиация это глубина до 200 километров. Они должны в глубину обороны противника заходить и уничтожать цели путем бомбардировки. То есть сбрасывания бомб. Сейчас бомбардировщики еще могут сбрасывать ракеты. Крылатые ракеты, ну или, как мы в примере российского МиГ-31, кинжала, да, баллистические ракеты. Ну, правда, там истребитель, но может, могут и бомбардировщики сбрасывать такие ракеты. Идет либо фронтовая авиация, либо стратегическая авиация. Вот два таких основных разделения. Фронтовая авиация, та, которая работает непосредственно в интересах фронта, то есть она имеет небольшую глубину, там, я уже сказал, 200-300 километров, и ее задача отбомбиться и по объектам противника. Опять же, это практически прямая поддержка войск, сухопутных войск. По заявкам. Стратегическая авиация может быть уходить на большие расстояния. Ну, вот, допустим, Ту-22М3, там, три с лишним тысячи радиус боевого действия, потому что ему надо вернуться еще. А если брать Ту-95 или Б-52, да, это стратегический бомбардировщик, у него 7 тысяч радиус действия, у 95-го меньше там. Но, вот это бомбардировочная авиация. Там бомбовая загрузка исчисляется десятками. Они могут нести крылатые ракеты, могут нести баллистические ракеты, могут нести бомбы. Причем бомбы, любое, все эти виды вооружения могут быть в любом исполнении, как в осколочно-фугасном, так и в ядерном. То есть, они способны нести и ядерный боезаряд. Вот это основная градация всех самолетов. Дальше как бы технологии развиваются и, ну, поняли, что, допустим, узкоцелевые самолеты, кроме бомбардировщиков, делать не имеет смысла. Надо расширять возможности, надо делать многоцелевые самолеты, многоцелевые платформы на базе самолетов, для того, универсальные. Тогда расширяется спектр их применения. Тогда дешевле для государства как бы разработка и производство вооружений. И тогда пошло, что решили сделать? Решили сделать тактический бомбардировщик. Как его сделать? Взяли на истребитель, повесили бомбы. На те же подвесы, куда он вешает вооружение. Допустим, ракеты класса воздух-воздух истребитель раньше использовал, потому что воздушный бой, по воздушным целям. Да, вот истребители там, они громят бомбардировщики, не дают им отбомбиться по объектам. Бомбардировщики прикрывают истребители той страны, чьи бомбардировщики, и завязывается воздушный бой. Кто кого. Кто-то додумался, точнее никто, а война продиктовала условия и сказали, а почему бы на истребитель не поставить ракету класса воздух-земля? А почему бы на истребитель на подвесе вместо ракеты воздух-воздух не подвесить бомбу? И пусть он ее сбросит. Да, у него тактический радиус, да, он далеко не летает, но зато передний край может бомбить? Может. Вот у нас, кстати, Россия применяла свои истребители для бомбардировки городов под Киевом. Под Киевом очень много было применения. Тогда еще авиация российская летала, и в Киеве они сбрасывали, где прорывались бомбы, и в Ирпене сбрасывали, в Орзеле, в Гастомеле, там везде истребители прилетали и сбрасывали бомбы. 200 килограммовки, 150 килограммовки. Вот они сбрасывали. Кстати, даже было очень много не разорвавшихся, потому что сбрасывали на малых высотах, и взрыватель не успевал взводиться, и бомбы не взрывались. Даже такое было. Было, вспомните, много фотографий. Вот. Это уже многоцелевой самолет. Истребитель и бомбардировщик. Они так и называются, эти самолеты, истребители и бомбардировщики. Потом решили, что нужен какой-то очень маленький, юркий такой, ну, знаете, который бы жалил, как комар, назойливый, не давал бы заснуть, когда он не дает заснуть, не дает покоя. Вот тогда был придуман F-16. На базе F-15. F-15 полноценный истребитель. Хороший, полноразмерный, я сказал бы, даже может быть тяжелый. Но, чистый истребитель. А вот F-16, он маленький, юркий, назойливый такой. Но заодно у него весь спектр. Он может выполнять штурмовые действия за счет вооружения, он может вести воздушный бой, может выступать как перехватчик, а может выступать как бомбардировщик. У него там, по-моему, четыре подвеса, до четырех бомб, или два подвеса, но по две бомбы может брать. Плюс ракеты, класса воздух-земля. Вот вам еще один унифицированный самолет, многоцелевой. Ну, а больше, в основном, это коснулось модернизации тактической авиации, то есть, истребителей. Они, в основном, многоцелевые самолеты. Почему? Потому что они действуют непосредственно в интересах войск, сухопутных войск. И, когда срочно надо, допустим, срочно надо отбомбиться, да, или провести там штурмовые действия по переднему краю противника, пока будет согласование со штурмовой или бомбардировочной авиацией, пока они получат целеуказание, задание, прилетят, отбомбятся. Нет, а тут один самолет, одна часть или одно подразделение, приданное сухопутным войскам или поддерживающее сухопутные войска на этом участке, выполняет сразу несколько задач. При этом, смотрите, в чем плюс и минус. Минус узконаправленных самолетов в самом понятии, что это узкое предназначение, то есть, одноцелевой самолет. в этом его главный недостаток. Его нельзя использовать для других целей, нельзя использовать для выполнения других задач. Поэтому он может использоваться только по своему предназначению. Это минус. То есть, требуется довольно большая линейка авиации. Многоцелевой самолет. Минус в том, что всего напихано много в ущерб качеству и выполнению задач. И сложность подготовки пилота. Он должен уметь выполнять все эти функции. Перехватчика, истребителя, штурмовика, бомбардировщика и так далее. Это очень-очень-очень сложно. Ну и, соответственно, вы же понимаете, при такой универсальности страдает качество. Для такого самого. Чем-то надо жертвовать, жертвовать техническими возможностями самолета, его радиусом действия и так далее. Вот это основной недостаток многоцелевых платформ. Ну а бомбардировочная авиация, она как бы, это, я так понимаю, святая святых. Их никто не отменял, эти бомбардировщики. Единственное, что сегодня все сосредотачиваются больше на стратегической бомбардировочной авиации, потому что стратегическая авиация может и на короткие расстояния летать, и на дальние расстояния летать. Вот она в этом плане универсальная. При этом качество самой бомбардировочной авиации не страдает. Ну вот, допустим, Ту-22М3 российский, он как может сбрасывать с воздушного пространства России, может сбрасывать ракету Х-22, крылатую ракету, которая на 600 километров летит в глубину нашей страны и наносит нам поражение. А также он мог сбрасывать трехтонные бомбы, 3000 килограмм бомбы, на завод Азовсталь, как бомбардировщик. Вот вам такое использование. При этом, что тут лететь, допустим, в Курской области они там базируются, он взлетает, подходит к нашей границе воздушной, я уже рассказывал, боевой разворот у него где-то 50-70 километров, вот он сбрасывает на 70 километрах от нашей границы, он сбрасывает ракету Х-22, придает ей начальный курс и тут же отваливает внутрь воздушного, не пересекая границу воздушного пространства. Вот, и возвращается. Вот так. А на Азовстале они были господство в небе, полное отсутствие нашего ПВО, и они безнаказанно просто прилетали и бомбили, потому что трехтонную бомбу, допустим, тот же МИГ-29 не поднимет, просто технически не поднимет такую нагрузку. Две по 250 он поднимает, чем они? Пятисотку он поднимает, а вот трехтысячку он не поднимает. Вот такая вот градация авиации на примерной я вам постарался на пальцах разложить. Следующий вопрос. В случае поражения позиции ствольной артиллерии как быстро получится настроить тот же самый расчет для ведения предыдущего точного обстрела если на ее место прикатить другую такую же установку или все же нужен будет предварительный пристрел для коррекции. Нет предварительного смотрите я понял о чем давайте для всех чтобы было понятно вопрос состоит в следующем если орудие повреждено на огневой позиции выведено из строя расчет допустим выведено из строя орудия выведено из строя но для выполнения задачи приезжает другое орудие становится рядом с поврежденным и надо ли проводить изначально опять изначальный расчет данных для стрельбы или пристрелку цели с этого орудия для того чтобы возобновить выполнение боевой задачи сразу скажу не надо необходимо необходимо только сориентировать это орудие и все дальше и установить ввести установки для стрельбы которые были на предыдущем орудии вот то есть дальность прицел прицел уровень доворот и все и заряд вид вид заряда и можно продолжать выполнение задачи так что здесь никаких проблем по новой все рассчитывать ничего не надо просто новое орудие на тех же установках начинает ведение огня далее существует ли в рядах артиллеристов этакие виртуозы джоны войны которые условно без предварительного пристрела могут сразу корректировать и точно попадать по медленно движущейся цели танк или грузовик самонаводящиеся снаряды не в счет скажу так что да существуют такие виртуозы но все равно с первого снаряда вы не положите в цель со второго да прямая полупрямая наводка ну прямая наводка с первого снаряда есть виртуозы которые ложат ложат первый же снаряд в цель особенно это касается расчетов противотанковых пушек или 100 миллиметровых МТ-12 или допустим расчетов СПГ-9 это противотанковое безоткатное орудие вот они есть такие виртуозы есть виртуозы которые со второй мины попадают в окоп то есть первая мина пристрелочная вторая мина ложится уже в окоп противника так что есть война всегда порождает любая работа порождает всегда профессионалов или таких мастеров экстра класса всегда находятся люди у которых есть такие способности они их приобретают в ходе ведения боевых действий то есть опыт опыт и опыт сына ошибок трудных и гений и парадоксов друг вот такие люди конечно же есть что до вашего поведомления про повернення деяких захитных краин до разработки легких маневрених танків чи не є власне таким старенький леопард 1 версии А5 дякую и витание из Нью-Йорка где я проживаю с семьей больше 27 лет Володимир скажу так что легкий танк леопард 1 может быть как версия того что сегодня идет развитие легких танков единственное что опять же большинство легких танков которые мы рассматриваем это они на колесной базе и они больше на мой взгляд подошли бы в категорию орудий легкие полевые гаубицы самоход самоход гаубицы я бы так сказал почему потому что все-таки гусеничная база она ограничивает маневренные возможности она более медленная чем колесная поэтому и плюс вы же не забывайте что у леопарда первого там броня вообще бортовая броня противоосколочная соответственно соответственно нам как бы ее надо многократно либо усиливать либо с применением современных технологий это не значит что надо поставить броню толщиной в 100 или в 200 миллиметров нет сегодня есть много вариантов усиления брони за счет применения современных технологий ну как вариант может быть и да ну посмотрим что немцы предложат я думаю что скорее всего будет все-таки колесный вариант если Германия захочет делать свой собственный легкий танк то это будет колесный вариант сегодня тенденция колесных танков она очень популярна они показались они зарекомендовали себя вот смотрите допустим гусеничная техника в условиях пустыни да война в Персидском заливе очень было тяжело очень американцам приходилось туго в том что износ ходовой части износ гусениц резко возраст песок это это как наждачная бумага все равно считайте что вы треки наждачной бумагой и там износ был сумасшедший плюс там допустим на песке колесная техника тот же бронетранспортер трех или четырех осный чувствует себя намного увереннее чем гусеничная гусеничная при развороте сама закапывается в песке а в грязи то же самое а колесная техника все-таки она даже на грязи и на песке чувствует себя лучше поэтому посмотрим как пойдет но Леопард 1 я бы я бы с трудом сказал что он может тянуть на легкий по ТТХ на средний да на легкий нет у меня вопрос сейчас все говорят что Китай использует Россию для улучшения позиций противостояния Соединенными Штатами а не выгоднее было бы Китаю соперничать Соединенными Штатами на территории Украины в плане поставок военной техники боеприпасов и других видов помощи помощи как в военной так и в послевоенный период тем более что Украина очень интересна Китаю в связи с ее расположением и нет никакой опасности получения санкций и ухудшения политических отношений в связи с передачей вооружения Украине очень интересно ваше мнение на этот счет и еще вопрос в каждой сводке говорится что в море находится несколько кораблей не имеющих на борту ракет калибр тогда какие же это корабли и для чего они выходят в море если у них нет возможности атаковать Украину но давайте по порядку по поводу Китая дело в том что Украина настолько лакомый кусочек что здесь Китаю уже не место нам надо было выбирать либо дружить с Китаем либо дружить с Западом мы выбрали Запад поэтому сюда Китай уже не войдет ну никак особенно без согласования этого с нашими партнерами теми же англосаксами Британии допустим или Соединенными Штатами это раз вторая политика Китая она всегда выжидательная она никогда не наступательная она никогда не агрессивная посмотрите все войны которые вел Китай они все практически все проиграли поэтому в войне они себя чувствуют не очень хорошо и соответственно распространять войну эскала как это называется экспорт экспорт войны они это не их конек и они они не будут никому поставлять я думаю что они и России вряд ли дадут оружие не настолько китайцы глупые не настолько китайцы сегодня готовы именно в военном плане чтобы их обвинили к тому чтобы их обвинили в разжигании войны вот здесь как бы совсем другая поэтому вряд ли мы дождемся ну и мы уже один раз выбрали Китай вспомните я уже рассказывал вам про Януковича про его визит в Пекин про глобальные интересы Китая в развитии портовой инфраструктуры на Черноморском побережье Украины чем все закончилось даже Путин вошел в Крым для того чтобы он не достался никому как в Беспреданнице вот вот такая вот вот такая вот картина что касается что касается Черноморской эскадры так она выполняет боевые задачи это боевые корабли которые предназначены для ведения боевых действий на море они эту функцию выполняют они охраняют на случай того что если Украина допустим предпримет если мы предпримем попытки прорыва вот уже одна попытка была ну как всегда русские прощелкали я имею ввиду события в Севастопольской бухте летом осенью текущего года в конце лета начале осени вот они прощелкали теперь они это дело я так понимаю бдят денно и ношно единственное что отсутствие у нас флота как такового делает эти корабли не совсем на сегодняшний день как бы полезными для участия в этой войне но тем не менее они еще несут допустим создают точнее систему угроз и систему небезопасности морских судоходных путей той же зерновой сделки тех же других там же куча сухогрузов или гражданских судов движется и в порты Румынии и в порты Молдовы через Дельту Дуная и Россия показывает демонстрирует что они вот стоят на страже никто не знает подходят подводные лодки Российской Федерации к торговым путям или не подходят а вдруг лодка подойдет и торпедирует сухогруз и что тогда они же потопили какое-то там судно в самом начале войны когда они для того чтобы предотвратить или остановить судоходство в порты Украины было же потоплено судно по-моему я не помню его принадлежность надо освежить в памяти но было потоплено иностранное судно никто правда не предъявил претензий а может быть кто-то уже судится с Российской Федерацией те кто допустим те кто были чье это судно было но тем не менее они по-моему это был сухогруз ну вот не помню не буду врать не помню чья страна порт приписки вот так что вот какую миссию выполняют эти корабли они должны были выполнять миссию когда были первые попытки высадки десанта в районе Одессы эсминцы и фрегаты выполняли роль морской артиллерии они обстреливали на берег своими артиллерийскими установками для поддержки высадки десанта вспомните мы даже один этот Эссен адмирал Эссен повредили эсминец российский подманив его и ударив по нему просто реактивной системой залпового огня она доставала до него мы ударили по нему вот их функция в море функция устрашения функция готовности к ведению боевых действий против любого противника хотелось бы знать задать вам вопрос как артиллеристу кому в артиллерии причем как в ствольной так и в реактивной придаются связисты к батарее к дивизиону либо же к полку заранее благодарен за ответ Михаил из Подмосковья интересный вопрос смотрите дело в том что в артиллерии есть свои штатные связисты но в любом в любой части в любом подразделении не только в артиллерии и в общевойсковых подразделениях система связи штатной связи построена таким образом чтобы управление осуществлялось в рамках этой воинской части в рамках полка бригады в рамках дивизии но иногда да иногда артиллерия может выполнять специфические задачи и артиллерия может придаваться или поддерживать какие-то определенные другие части подразделения не из своей дивизии не со своей бригады допустим как у нас бригадная артиллерийская группа и допустим придают еще там батальон пару батальонов соседней бригады и говорят что вы их будете поддерживать это значит что они не переходят на подчинение общевойскового командира этих батальонов но по его запросу они по возможности открывают огонь по тем целям которые он указывает в этом случае придаются или допустим старший начальник усиливает артиллерийскую бригаду или артиллерийский полк который относится к старшему начальнику он является допустим артиллерии дивизии или артиллерии корпуса или артиллерии армии это средство старшего начальника так вот если из самого низшего звена артиллерии она придается старшему начальнику старший начальник что присылает свое подразделение связи для того чтобы обеспечить Управление и взаимодействие с этим артиллерийским подразделением. Так что связь, дополнительные средства связи к артиллерии придаются в двух случаях. Первое, для расширения возможностей по применению артиллерии в интересах соседей, как правило. Поэтому соседи должны что сделать? Организовать взаимодействие. Как это сделать? Через дополнительные средства связи, придавая своих связистов этим артиллерийским подразделениям, которые их будут поддерживать. Либо присылая сверху какого-то средства связи для обеспечения организации или управления от старшего начальника, от старшего командира, так это называется. Так что вот такая, либо для поддержки соседей, либо этих, тогда придаются. Во всех остальных случаях хватает штатных подразделений связи. Мы официально не можем сбивать кинжали, но вмикаем, как вы сказали, каждый раз противоповетренного оборона, когда летают МИГИ. В этот час ППО палят ДРЛО, А-50. А вы гарантируете, что, допустим, мы поднялись в МИГИ, поднялся самолет-разведчик, и Российская Федерация видит, что мы не включаем систему ППО. И в этот момент делают залп из Искандерами или крылатыми ракеты. И что тогда? Мы начинаем включать ППО, разворачиваться, а ракеты вот они уже прилетели. Поэтому это все делается в комплексе, поэтому мы не можем игнорировать любую угрозу. Когда появляется угроза, мы на нее реагируем. Когда угрозы нет, тогда мы сидим тихо, спокойно и, как говорится, курим бамбук. Поэтому тут уже это не от нас зависит. Такова система реакции. В дальнейшем, я надеюсь, когда мы создадим глубоко шалонированную систему противовоздушной обороны, она уже будет реагировать на конкретные вызовы. То есть на конкретную угрозу с конкретного направления. И система ППО будет переходить в боевой режим автоматически по мере возникновения угроз или приближения воздушных целей к нашему воздушному пространству. Вот так вот. Но это потом будет. Это в перспективе. А сегодня мы вынуждены с появлением воздушной угрозы... Мы же не знаем, вдруг этот МиГ-31 это отвлекающий маневр. И пока мы все смотрим на этот МиГ-31 и думаем включать, не включать ПВО, сзади уже летит крылатая ракета Х-101 или Х-555. Вот в чем проблема. Поэтому включали и будем, к сожалению, включать. Но за счет маневренности наших средств ПВО и ПРО, называется «Попробуй поймай». Объясните, пожалуйста, как работает Буссоль, сам израильский артиллерист. Что делать знаю, зачем понимаю, как работает не понимаю. Почему нельзя привинтить какую-то систему сразу к самоходке и не бегать с треногами и калькуляторами. Спасибо заранее. Нельзя. Объясню почему. Потому что, что такое Буссоль? Буссоль, она определяет направление. Она ориентирует орудия в пространстве по азимутам. Ну, артиллерия использует не магнитные азимуты, не углы, а использует дирекционный угол. Так легче. Вы, как артиллерист, должны понимать, что в артиллерии для простоты или упрощения задач сделали таким образом, что круг не 360 градусов, полный круг, а 6000 единиц. Разбили окружность на 6000 единиц. И, соответственно, назвали это дирекционными углами. На Буссоли есть магнитная стрелка. Вы ориентируете как компас по магнитной стрелке. Выбирается среднестатистическая из 3-4 или 5-6 колебаний магнитной стрелки. Дальше вводится поправка на сближение меридианов. И, соответственно, мы переходим к дирекционным углам. И после этого есть специальное кольцо отдельное на Буссоли, которое разбито на 6000 единиц. И мы знаем, что по карте мы ориентируемся, эти 6000 единиц разбиты по окружности. То есть 0 соответствует северу, 15-0 соответствует востоку, 30-0 это юг, 45-0 это запад. Вам ставится задача, допустим, основное направление стрельбы 43-0. Вы выставляете на Буссоли 43-0 и угломерное кольцо, там еще отдельное есть свободное, ставите на 0 и ориентируете орудие. Даете отметку по визиру орудия, орудие выставляет эту отметку на своем визире и наводится в этот центр. Тогда орудие будет смотреть в основное направление. Но, для того, чтобы заменить Буссоли, что нужен? Какой прибор дает нам ориентирование в пространстве, кроме компаса? Буссоли это компас, считайте, что работает она по принципу компаса. Единственное, что на самой Буссоли с помощью механических этих колец мы переходим к дирекционным углам. Так вот, ориентирование в пространстве дает нам гироскоп. Гироскоп. На сегодняшний день ничего умнее, ничего эффективнее не изобрели. Гироскоп. Для того, чтобы убрать Буссоли с огневой позиции, надо на каждую самоходку поставить гироскоп. Да, есть на 2С19М гироскопы. На западных системах нет, я не видел гироскопов, там пользуется GPS-навигация. И за счет GPS-навигации определяет установки для стрельбы, упуская промежуточный расчет ориентирования орудий. То есть орудие выезжает, примерно знает направление, куда будет стрелять. И потом система по координатам определяет, опять же, угол относительно севера. И наводит орудие. Два варианта. Либо система GPS, либо система гироскопа. Гироскоп, сразу скажу, имеет огромный недостаток. Гироскоп надо, чтобы он раскрутился. Пока гироскоп раскрутится, пока гироскоп отцентрируется, выберет среднее между точками реверса, уже бой закончится. По времени. Самый быстрый гироскоп, который я помню, это 1Г40. Я увольнялся, как раз они были из самых таких модернизированных. У него было время, по-моему, определения, что-то вроде 15 минут. Или 10, 7. 1Г25 на 15, а 1Г40 было, по-моему, 6 или 7 минут. 6-7 минут. За это время тебя разнесут на огневой позиции в дребезге. Пока ты будешь ориентировать свою батарею с помощью гироскопа 1Г40, допустим. Или какого-то другого, там, современные уже модификации, не помню. А другие способы, да, можно ориентировать, еще раз говорю, можно ориентировать с помощью системы GPS-навигации. Но если она вышла из строя, то тогда все. Каранты. Ты остался с компасом и что? И с картой. Больше ничего. Вот такой принцип работы Буссоли и заменить ее практически на сегодняшний день. Если что-то придумают такое электронное, которое бы определяло азимут магнитный, или сама за счет сближения меридианов переходила к дирекционному углу, то тогда это было бы все классно. И мы могли бы резко сократить время подготовки. Потому что Буссоли все-таки 3-4 минуты норматив на развертывание Буссоли и определение дирекционного угла основного направления на местности. Это время. Ну что ж, вот, наверное, на этом будем нашу вторую часть видео заканчивать. И у нас остается с вами третья часть. Это приветствие, комментарии, приветствие, которые вы прислали. Итак, у нас в сегодняшнем третьем разделе прозвучат следующие комментарии. Добрый вечер. Почему все говорят, что Российская Федерация не достигла никаких целей? Да, они не получили все, что хотели. Но сухопутный путь, воду в Крым, Каховская АГС, Запорожская Атомная, все в оккупации. Я вообще предполагаю, что это их одна из главных целей. И Бахмут тоже важен. Водопровод в Донецк и другое. Им есть с чем идти на переговоры. И вы правы, много сейчас речи о переговорах. С другой стороны, очень много говорят о нашем скором контрнаступлении. Но наступление это не оборона. Это много разной техники, которые нам еще не поставили. И время для подготовки. Как можно с этим спешить? Это жизни наших ребят. Меня пугает эта спешка. Она очень может привести к плохим результатам. И принудить к переговорам. Говорят, что война это математика. И я очень надеюсь, что наше военное руководство все просчитает и не будет слушать навязчивый сервис желающих срочного контрнаступления. Очень переживаю. Близкие мне люди воюют. Спасибо за информацию. Скажу так, что из того, что вы перечислили все правильно. Я имею ввиду там запорожская атомная вода в Крым. Но это сегодня стало главными целями операции было отсечение Украины. Захват Молдовы. И отсечение Украины от вообще морских берегов. Вот это было главное. Ну и, соответственно, принуждение возврата самого государства Украины в политическую орбиту Кремля. Вот это были главные. А сегодня, да, они из задач, этапов сделали главную задачу. Что касается водопровода Бахмута и водопровода, то Бахмут никак не связан с водопроводом в Донецк. Для этого надо брать Славянск. Он начинается под Славянском, какой-то, не помню, населенный пункт, но не Бахмут. Бахмут не влияет на подачу воды в Донецке. Что касается насчет того, что военные не спешат. Генерал Залужный все знает, что надо делать. Главное, чтобы, еще раз повторю, главное, чтобы офис, офис, наша, наша, вот это, вот здесь камень преткновения. Главное, чтобы они не торопили. И главное, чтобы они там за уши не тянули своих протеже среди военных на должность главкома или место, или под главкома нашего. Вот что главное. Как я всегда говорю, главное, чтобы офис не вмешивался. А тогда все будет хорошо. Франция и Немеччина хотят, чтобы Россия далеко осталась гравцем на политической арене. А они, как основные переговорники с Россией, тоже. Бо без России их авторитет и вага резко уменьшаться. Лидерами станут новые страны Европы. Китай тоже понимает, что Россия приречена. И от него уже никуда не динется. И поэтому помогает ей происновать еще некоторый час. Как противога штатам в будущей борьбе за Тайвань. По Китаю с вами полностью согласен. По Германии не согласен. Франция не может без России. Она просто умирает. Там ей нужно ядерное топливо. Там очень много завязок. И газ французы бы российские с удовольствием потребляли. А вот с немцами нет. Там немножко по-другому. Немцы по-другому видят Российскую Федерацию. Приднестровье осуществляется по молдавским документам. Тут они не возражают, что они в составе Молдовы. И номера на машинах они ставят молдавские. Приднестровские никто не признает. Вот такая дихотомия добра и зла. Ваш Аксенов наш житель. И что-то мне подсказывает, что он был и депутатом, или кем-то в правительстве. Приднестровье в первые годы независимости. Да, кстати, он там вырос в политическом плане. Аксенов выходит из Приднестровской незаконной республики. Ну и вот такой еще комментарий. Спасибо за честное признание о Приднестровье. Мы 30 лет живем с этим гнойником на теле Молдовы. Если бы не позиция Украины, все бы засохло там, само собой, в течение 5-10 лет. Вы правильно подчеркнули, что теперь Украина оказалась в той же ситуации. Формула 3 плюс 2 никогда не работала. А миротворцами были миролюбивые захватчики из России. Никаких других войск на границе Молдовы с Приднестровьем не было. Ни ООН, ни Украины, ни ОБСЕ. Граждане Молдовы паспортный контроль должны были проходить на пограничных, в кавычках, постах, линии разграничения. И эти, в кавычках, миротворцы решали, кого пропускать, а кого нет. Доходило до абсурда. Люди не могли попасть на кладбище к захоронениям. А жители сел Левобережья, которые не признали сепаратистскую власть и остались в подчинении Молдовы, не могли обрабатывать свои земли, потому что Приднестровье их объявило своей территорией. И обычно ситуация обострялась к моменту сбора урожая. Самое интересное, что Молдова никак не дискриминировала жителей Приднестровья. У них были и есть паспорта Молдовы, Румынии, Болгарии, России и Украины. Особенно лидеров, в кавычках, лидеров Приднестровья. Они летали через ВИП-зал Кишиневского аэропорта без очередей и с охраной. А после отставки обосновывались либо в Кишиневе, либо за границей. Не в России, кстати. Экспорт продукции предприятий Приднестровья осуществляется по молдавским документам. Тут они не возражают, что они в составе Молдовы. А вот тут интересный такой комментарий. Он, в принципе, вроде как в виде вопроса звучит. Но давайте все равно я его отнес к разделу комментариев. Здравствуйте. Хотел задать вопрос. Извините за безграмотность. Один вопрос. Что не так с русским народом? Или все народы такие за последнее время понял, нет великих наций или народов, есть великие люди. Сам живу и родился в Казахстане. И здесь такая же ненависть, нищета, бедность и злоба друг к другу. Люди такие же безграмотные и одичалые, как и в России. Одним словом, русский мир, мне кажется, у Казахстана тот же. Россия только меньше по территории. Такой же, как и в России. Только меньше по территории. Скажу вам так, что культура нации зависит от уровня жизни. Чем выше уровень жизни, тем выше культура нации. Тем отношения в социуме более гуманные, более открытые, более доверительные. Чем ниже уровень, чем беднее страна, тем хуже социальная атмосфера в этой стране. Посмотрите на бедные страны. Там же война постоянно. Нищета и война. Как только страна, посмотрите на Европу. Уровень жизни. Соответственно, красота. Залюбуешься. Это главный критерий. Уровень жизни. Если правители не заботятся о повышении уровня жизни нации или страны, то эта страна приходит в упадок. Она в конечном итоге съедает сама себя изнутри. И потом происходит, знаете, как с черной дырой. Она сжимает сама себя, сама себя поглощает. А потом взрывается, потому что эту энергию надо куда-то девать. То же самое происходит со странами и народами. Они себя сначала сжимают. Вот эти правители высасывают всю кровь из общества. Грабят эту страну, как только могут. Она нищает, сжимается. И потом эта пружина в какой-то момент вырывается из подконтроля. И происходит социальный взрыв. Который заканчивается, как правило, революциями, гражданскими войнами, кровопролитием. Но в любом случае кровопролитием. И второй вопрос. Все постсоветские страны такие. Все постсоветские страны такие. Нет, не все такие. У Грузии был шанс. Они начали подниматься, поднимать уровень жизни. Но потом Россия вмешалась и быстро их обломала. У нас, в принципе, все шло хорошо, пока мы пытались выбраться из этого болота. Пока не вмешалась Российская Федерация. С притяжением нас к себе. С вот этой легендой о едином народе, братском народе и прочем. Хотя у нас ничего общего нет. Абсолютно. Поэтому посмотрите на страны Балтии. Вот страны Балтии может быть примером. Как они поднялись, как они развиваются и какой у них там уровень. Так что не все бывшие советские республики такие. К сожалению, в большинстве постсоветских республик остался тоталитарный образ правления. Что и ведет к упадку или максимальному торможению развития страны. И человека в этой стране как личности. И последний вопрос. Почему в Украине кричат на каждом шагу, как Казахстан поддерживает нас, украинцев, и даже ставят юрты. Когда в это же время танки идут из Казахстана в Россию. И все не видят этого. Или не хотят видеть. И еще. Где были все эти крикуны, когда в Казахстане расстреливали людей в январе 2022 года. Спасибо большое. Смотрите. Насчет танков через Казахстан в Россию. Вот тут очень интересный вопрос. Дело в том, что я не первый раз слышу такую информацию. Но никто даже не предоставил фотографий. Причем фотографий там, где можно определить геолокацию. Что там идут эшелоны с танками. Где они на сегодняшний день. И если таковые есть. Так что. Ну а насчет того, что расстреливают людей. Ну видите, к сожалению правители. Во-первых, закрытость страны не позволила адекватно оценить ситуацию, которая там происходит. Во-вторых, Такаев выбрал в качестве регулятора Российскую Федерацию. Российские войска туда зашли. И закрыли информ. И Такаев закрыл информ пространство. Поэтому со стороны очень тяжело разобраться, что там происходит. И мы до сих пор не знаем. Ну как бы в общих чертах понимаем. Но подробностей мы не знаем, что же там произошло. Какой политический расклад произошел. Сложился в Казахстане. Который заставил Такаева, с одной стороны, позвать Путина на помощь. Помоги мне, спаси. А с другой стороны, там ввести, тут же выдворить российские войска из Казахстана. После окончания подавления протестов. И были ли это протесты, или это было что-то другое. Кто знает. Вот у меня два к вам встречных вопроса. Если вы послушаете, услышите эти мои ответы на ваши вопросы. То я вам задаю два встречных вопроса. Покажите наглядное перемещение техники из Казахстана в Российскую Федерацию. И дайте нам разъяснение, что у вас произошло. Чтобы мы сделали вывод, правильно ли такая поступила, обращаясь к Путину. Или неправильно. Слава воинам свободы. Я из Грузии. И моя страна оккупирована Россией. Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан. Кто бы ни был автором этих слов, он, несомненно, прав. Все эти крики про переговоры были и ранее. Они были особенно интенсивными наприкінці лета, до того, как мы пошли в контрнаступ и повернули майже всю Харьковскую область. Потом было правобережье Херсонщины. И эти крики прекратились. А теперь снова начали. Потому что легко спекуливать переговорами, когда кажется, что на фронте ситуация патова и она стоит на месте. Но единственный гарантованный способ прекратить все эти спекуляции – это пойти в контрнаступ. И тогда Захид снова увидит, что мы можем повернуть оккупированные территории силой. Мои знакомые, что сейчас з оружием в руках отстоят независимость Украины, но, наоборот, так или иначе говорят про то, что вера тилу в перемогу, несмотря на то, что нет больших наступов, очень поддерживает их морально. Без мощного тилу нема фронта. Фронт обеспечивает безопасность тилу. Это настолько связанные понятия, что загальна вера в нашу перемогу має быть, даже когда очень тяжело. Веримы в Збройные силы Украины и вдячны нашим захистникам за каждый святанок. Тримаемость – три. Разом до перемоги. У россиян на повестке дня два основных вопроса. Как диктовать свою непреклонную волю Западу и как растянуть мешок картошки на три месяца? И что характерно, как только ставится первый вопрос, сразу же появляется и второй. Это точно. Это к тому, что Лукашенко тут же, как только начали о переговорах, Лукашенко тут же сказал, что надо срочно подписывать. Мне кажется, что самолеты Российской Федерации стягивают не для бомбардировок и глубины территории Украины, а для бомбардировки прорывающей оборону техники. Ведь системы ПВО не могут быть введены в прорыв за наступающими. Вы вполне можете быть правы, что в основном штурмовую авиацию и бомбардировочную. Так вот, для этого, кстати, для этого мы и просим у западных партнеров, дайте нам авиацию. И я, и многие другие эксперты говорят о том, что без прикрытия с воздуха контрнаступление будет очень тяжелым. Очень. Доброго дня. Замполит – это теперь заступник командира с морально-психологичного забеспечения. Дуже редко застрянешь на этой посаде действительно профессиональную людину. Переважно, это куклы командира. Ну, вот такая ремарка к вчерашнему рассказу. Гиркин жаловался на Краснополь. Мол, абсолютно неэффективен. Летит куда угодно, только не в цель. Эскалибр лучше в своем роде. Один выстрел, одна цель. Кстати, а я вам скажу, почему на Краснополь жалуется. Потому что снаряд Краснополь – это высокоточный боеприпас калибра 152 мм еще разработанный в Советском Союзе. Россия его немножко модернизировала. Так вот, Краснополь – это корректируемый боеприпас, который корректируется только за счет лазерной подсветки. Он идет по отраженному лучу лазера. Если не подсвечивается, никакого попадания не будет. А если мы говорим о… А смотрите, а вот в артиллерии, допустим, все приборы подсветки рассчитаны на 5 км. ДАК, дальномер артиллерийский квантовый, 5 км, ну, считается… Ну, может и там и на 10 вам выдать цифру, и на 20, но ее достоверность будет очень тяжело определить. А гарантированно он измеряет дальность до 5 км. Соответственно, у него режим подсветки цели тоже до 5 км. То же самое ЛПР, лазерный прибор разведки, 5 км в дальность подсветки цели. Вот вам ответ на вопрос, почему Гиркин плакался, что Краснополь фиговый снаряд летит куда попало. С 1 декабря 2017 года права замполитов были расширены, а должность заместителя командира части соединения объединения по работе с личным составом была переименована в заместителя командира по политико-воспитательной работе Михаила из Подмосковья. О, видите, у нас даже… Спасибо за подсказку, будем знать, будем знать, до чего дошла реформа вооруженных сил России. Заместитель командира по воспитательной работе. Ну, почему практически во всех сводках у многих блогеров, экспертов так мало говорят о городе Запорожье, о его повреждениях? Если идет информация о городе или области, то так скупо, что складывается впечатление, как для галочки. Но мы же люди, которые переживают, боятся, но верят в примогу Украины. И все делают для этого, особенно энергетики. Дело в том, что сложно. Я объясню, почему так. Потому что Российская Федерация фашистскими методами обстреливает жилые кварталы, обстреливает город. А вы же знаете, у нас мы не говорим о результатах обстрела по городу. Вот в чем проблема. Поэтому города, не только Запорожье, Харьков не попадает в эти сводки, и Херсон не попадает, стал меньше уже попадать. Сначала говорили, попали туда, попали сюда, а потом сейчас перестали говорить. Потому что Российская Федерация делает выводы. Ага, не попали в тот объект, который ходил, или наоборот, тот объект поразили, будем поражать следующий. Вот в чем проблема. Мы не имеем возможности, нас же попросили военные не корректировать огонь российской артиллерии, или российских ракетных войск. Поэтому города упоминаются скупо в сводке. Обстрел города Херсона, обстрел города Запорожья, обстрел города Днепра. Все. Я понимаю, на какое горе и боль несет вам эти обстрелы. Просто в Киеве этого было меньше. Но поверьте, здесь тоже все летало, и кассетки прилетали, и ракеты прилетали, и все остальное. Мы это на себе тоже прочувствовали. Но, к сожалению, как же говорят, не снимайте, не выкладывайте фотографии, и не рассказывайте, куда и что попало. Вот это главный критерий, поэтому города упоминаются довольно редко. Захисникам Бахмута молитви, пошана и величезна подяка. Прикро, что так долго и тяжко достоится захист фронту, правди и батьківщины. Бажаю усім, кто может приеднаться до допомоги и еще не робить это. Допомогать. Донати, ситки, свечки, домашние смаколики, малюнки детей, збирь речей, їжи для переселенцев. Кожен может хоть раз на тиждень что-то делать для наближения перемоги, поддержки людей и подолання и своих проживань и едной. Да все прекрасно поняли насчет позиции Путина и Франции и Германии. Просто они вроде как за Украину, но для них все же лучше мир любой ценой и не важно на чьих условиях лишь бы быстрее это прекратить. Да, вы абсолютно правы. К сожалению, у каждого своя рубашка ближе к телу. Они видят Россию как сырьевой придаток с дешевым сырьем. Поэтому, соответственно, старая, особенно Франция, старается найти лазейку для того, чтобы задружиться с Российской Федерацией. Ну что ж, вот на этом мы с вами наше видео заканчиваем по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента за ваше время. Огромное еще раз приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Поставьте лайк этому видео, тогда его смогут увидеть, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о появлении новых видео на моем канале, если вы уже подписались. Ну, а огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал, благодаря вашей спонсорской помощи и поддержке, у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине! Збройные силы Украина! 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 Украина!